Музыка Концерты, музыка, Прага, величественные храмы и старинные органы Мечта многих путешественников и моя тоже В Праге очень много костёлов и не всегда возле них стоят кафешки или пивные бары В этих костёлах в каждом из них есть свой уникальный старинный орган Который действует до сих пор, работает, играет И в каждом храме проводят свои концерты в разное время, за разные деньги И вот сегодня мы пойдём на один из таких органных концертов В храм Святого Николая на Малостранской площади Пока ещё не потемнело, мы успеем послушать орган Который, говорят, помнит ещё руки Моцарта Послушать концерт, органный концерт в старинной церкви Что может быть романтичнее? Мы прочитали афишу и для нас не было удивлением, что звучала не только орган, а ещё и скрипка Так бывает часто Всё-таки многим подобным инструментам несколько веков Как пожилых людей их берегут и не тревожат каждый день В храме Святого Николая большой орган так и не заиграл Но сложно сказать, что два других не впечатлили Органный концерт может поставить в тупик неподготовленных слушателей Картинка наменяется, артист сидит спиной, либо его вообще не видно Есть только звук А в этом храме ещё и невероятная акустика Благодаря которой музыка шла впереди и вела за собой Настигала сзади и окружала со всех сторон Мы заходили сюда днём, но во время концерта здесь всё преобразилось Открылось нечто, что позволило нам заглянуть в какой-то тайный мир эмоций и восторга Такое смешение чувства хватило, когда прозвучало последнее произведение Казалось, как жить дальше без этой музыки Я фанат классики и была потрясена её звучанием в этих потрясающих стенах Следующим пунктом наших культурных выходов стал авангардный театр Латерна Магика В переводе – Волшебный фонарь В Праге здание театра называют Черепахой Такие ассоциации вызывает этот фасад Изображающий сотни телевизионных экранов, по задумке архитектора Интерьер приятный, современный и манящий Даже многообещающий, я бы сказала Кожаные кресла, очень удобно сидеть Но вот само представление меня не очень впечатлило Самым интересным, что происходило на сцене, было движение красной розы в темноте и некоторых других предметов А вот непосредственно характерная черта театра Совмещение кино и сцены, а также переход героев Найка и с экраном Мне показалось, что всё это реализовано не на самом высоком уровне Идея хорошая, но как-то все два часа казалось, будто ты что ли в любительском театре Ну а может со спектаклем просто не повезло А после театра можно ещё успеть и на поющие фонтаны Правда, мы ходили на все эти представления в разные дни Хоть по времени, при желании, вполне реально совместить их в рамках одного Шоу у фонтанов с едва произносимым названием «Кржижиковы» потрясает Это действительно очень красиво Свет, свет, вода, танцы и музыка вместе создают нечто удивительное Что невозможно повторить ни в одном театре Мы смотрели постановку Тристан и Низольда История рассказывалась на чешском, как и все произведения на этой сцене Но языкового барьера не возникло, всё было понятно Такой вот силой обладает искусство Сеанс лучше выбирать попозже, по крайней мере, когда стемнеет Почти все туристические центры предлагают экскурсию на шоу Кржижиковых фонтанов Естественно, это стоит несколько дороже, чем поехать туда самим И, как мне кажется, трата бессмысленна Когда можно сесть на трамвай номер 12, 17 или 24 И добраться до остановки Веставишты-Халешовицы Как-то так это звучит Недалеко от нашей гостиницы была остановка трамвая номер 24 Доехали где-то за полчаса Здание выставочного центра увидели сразу А вот фонтаны пришлось поискать Но это не сложно Ориентируйтесь на музыку Приехать за 30-40 минут до начала шоу вполне нормально Очереди в кассу не было А вот у входа стояло внушительное количество почтенной публики Но все успели пройти, занять место Кстати, в билетах оно не указано Можно сесть куда угодно Крыжи Жижиковы фонтаны в Праге считают такой же весомой достопримечательностью, как Эйфелеву башню в Париже То есть увидеть нужно обязательно Тем более, что стоимость часового шоу 220 крон Это около 400 рублей Фонтаны построили к открытию первой чешской индустриальной выставки династии Габсбурга в 1891 году В чешском же мер-изобретатель Франтишек Крыжи Жижик оснастил их подсветкой В 19 веке это было чем-то невероятным и стало олицетворением эпохи электричества и железа Напор воды создавался скоростными насосами на паровой машине За секунду они прогоняли 250 литров воды Такие вот достижения техники, поразившие всю Европу После выставки фонтаны замерли почти на 100 лет В 1991 году их реконструировали, оснастили компьютерным управлением И они снова запели и затанцевали Все музыкальное сопровождение звучит в записи Некоторым кажется игра актеров немного любительской, а танцы не очень-то сложные Но если после шоу на выходе вы посмотрите на сцену, то увидите, что вся она залита водой И вот эти девушки и парни прыгают в таких даже опасных условиях Это если придираться Ну а в целом представление впечатляет Все время хочется снимать, правда видео не передает реальность Так что лучше убрать под аппарат и камеры подальше И наслаждаться таким необычным спектаклем Субтитры создавал DimaTorzok